Всем привет! Давайте я сегодня с вами поделюсь очень вкусным рецептом булочек. Булочки получаются невероятно воздушные, прям как пух. Все пропорции к рецепту оставлю, как всегда, ниже под видео. Обязательно приготовьте, это очень-очень-очень вкусно. Для начала нам нужно сделать опару. Для этого я в сотейнике соединила воду с молоком, пропорции внизу оставлю, повторяю еще раз. Подогрела немножко. В эту жидкость добавляем дрожжи. Затем туда же добавляем сахар. Добавляем ванильный сахар и добавляем несколько столовых ложек муки. Все очень хорошо перемешиваем венчиком и оставляем на 15-20 минут. А пока подготовим муку и оставшиеся ингредиенты тоже. Муку обязательно нужно будет хорошо просеять, чтобы не было никаких комочков и лишнего мусора. Прошло 20 минут и наша опара подошла. Посмотрите, как оно поднялось, точнее шапочка поднялась. Теперь сюда мы добавляем одно яйцо, соль и растительное масло. Все нужно будет очень хорошо перемешать венчиком. В муке делаем небольшую выемку и нашу смесь из жидких ингредиентов выливаем в муку. Дальше все просто. Теперь очень аккуратно и хорошенько замешиваем тесто. В тесто не добавляйте никакой лишней муки или там еще чего-нибудь. Просто нужно будет вымесить. Затем у нас получится не слишком плотное, липковатое тесто. За счет этого у нас булочки потом получатся очень мягкими и воздушными. В принципе, этой муки, то есть муки 500 грамм, для данной пропорции вполне достаточно. Получится мягкое тесто. Советую работать в перчатках, чтобы не прилипало тесто к вашей руке. Тесто я кладу обратно в чашку, смазываю верхушку растительным маслом и закрываю пищевой пленкой. Оставляем на 2 часа подниматься или же ускоряем этот процесс с помощью духовки. Разогрейте духовку до 50 градусов, выключите и поставьте туда тесто. И так оно быстрее поднимется. Дальше, как только тесто подойдет, мы столешницу либо смазываем хорошенько растительным маслом, или же используем силиконовый коврик. Достаем наше тесто. Силиконовый коврик я тоже слегка смазала растительным маслом. Дальше тесто перекладываем на силиконовый коврик. Нужно будет еще раз вымесить. И уже разделяем на небольшие кусочки и работаем. Для того, чтобы тесто не прилипало к моим рукам, я буду работать в перчатках. Или же можно будет использовать просто растительное масло. Булочки можно делать по желанию любой формы, как вам нравится. Я здесь показываю один простой способ. Или же можно делать просто обычные шарики. Дальше готовые булочки мы сразу не отправляем в духовку. Мы даем еще немножко постоять, подняться около 30-40 минут. Тоже в теплом месте. Накрываем полотенцем. Я также их отправляю в духовку теплую на 20-30 минут. Готовые булочки должны подняться и увеличиться в объеме. Теперь на этом этапе обязательно включите духовку, чтобы она разогрелась достаточно до 170 градусов. А пока разогревается духовка, мы смажем наши булочки яйцом или же яичным желтком, по желанию. И выпекать будем в духовке обязательно в разогретой до 170 градусов примерно 20 минут. Время уже регулируйте по мощности своей духовки. Готовые булочки выглядят вот так. Аромат еще какой в доме будет стоять. Только посмотрите, какие булочки мягкие, воздушные, очень-очень нежные и очень-очень вкусные, конечно же. Если еще и сварить сахарный сироп, еще и смазать сахарным сиропом готовые булочки, тогда будут те самые булочки из нашего детства. Обязательно попробуйте приготовить по этому рецепту. Я уверена, что вам понравится. И не забудьте подписаться и поставить лайк. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые вкусные видео. Всем приятного аппетита и до новых встреч!